Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Данила и вы на канале Yeti 2.0. Сегодня мы поговорим про достаточно свежую модель от китайского ножевого бренда Bestech или Bestech, кому как больше нравится. Моделька называется Freefall. Еще на моменте анонса мне очень понравился профиль вот этого ножа. Тут тебе и от кинжала что-то, и от какого-то ковбойского ножа. Единственное, что в таком достаточно компактном формате для города. Но как только я увидел первые фотографии ножа в профиле, я пришел в ужас. Вот такая вот несуразица. Тем не менее, мне очень захотелось посмотреть на этот нож. Учитывая, что он еще и производится в четырех цветовых решениях. Два варианта карбоновых. У меня с красной пудрой, есть с оранжевой пудрой. И два варианта с червивой G10. С оранжевой и с зеленой. Есть клиночек с дуалтоном. Собственно, когда спуски черные, а голомень сатинированная, светлая. Там немножко, как обычно, просадка по твердости. Еще, вы знаете, при подготовке к ролику я понял, что у компании Bestech, у них дерьмовенький сайт, на самом деле, официальный. Во-первых, найти что-то по названию у вас не получится. Только по коду. Вам, соответственно, сначала нужно нагуглить код модели, и вот по нему вы найдете. По названию не получится. Плюс на клинке у нас стоит какое-то непонятное клеймо. Заходишь на официальный сайт, а про дизайнера упоминания даже нет. Заходишь в раздел дизайнеры, даже когда уже находишь, кто это. А там даже такого дизайнера нет. Как будто бы он с ними не сотрудничает. При том, что это не единственный нож этого дизайнера, а конкретно Джейсона Кларка. Делает он, ну, достаточно странные штуки, что в рамках Bestech, что в рамках своих вот этих кастомных всех изделий. Но, тем не менее, почему не указали, непонятно. Нож на обзор предоставлен замечательным ножевым магазином BestBlade. Ссылочка на сам нож и подберку Bestech будет в описании к видео в закрепленном комментарии. Также прошу не забывать, что всем зрителям канала BestBlade предоставляют отличную ножевую скидку, воспользоваться которой вы можете просто перейдя в одну из моих социальных сетей, ВКонтакте или в Телеграм, и в описании группы или канала в Телеграм найти тот самый заветный промокод. Давайте поговорим о его характеристиках. Несмотря на то, что это такой пухляш с большим количеством титана, вес у него вполне себе вменяемый, всего 80 грамм. Осевой у нас скрыт, как и, собственно, винты, на которых держится конструкция. Вот эти все винты, это просто прикручивает вот эти вот декоративные элементы. 93 мм длины, 14 в самом толстом месте. Титановый бэкспейсер, это вот все, титаниум, титаниум. Очень классный карбон, супер плотный, причем он еще и торцевой, с красной пудрой. Ну, выглядит очень классно, и подгонка деталей, что вот здесь, что вот здесь, суперское, это то, чем грешат многие производители. Наверное, единственный вопрос, который у меня здесь возникает по конструктиву, это вот такое решение по прослаблению всего этого лайнера. Ну, честно сказать, это, наверное, даже фрейм, судя по толщине, в том, что в нем стоит еще и сухарь с керамическим шаром детента. Вот сюда будет так набиваться грязь, и вы ее никак не достанете без того, чтобы скинуть вот эту вот всю накладку. Клипса. Клипса у нас глубокая, но не переставляемая на противоположную сторону. На кармане нож сидит хорошо. Я, честно сказать, пробовал вот это использовать как вейв, и через раз оно работает. Вот, ну, можно умудриться это открыть. Но меня смущает, что здесь нет темлячного отверстия, некуда привязать темляк, это только если его накидывать. А здесь места, ну, не так, чтобы прям много. Но, скажем так, умудриться можно. Работает все на однорядном керамическом подшипнике. Вот такой вот ножичек. У него получается, что есть чойл, и вы видите, что на клинке двойной финиш. Ну, нельзя сказать, что это дуалтон, а это, скорее, именно двойной финиш. На спусках и на фальш-лезвии у нас очень меленький, суперприятный стоунвош, а здесь у нас продольный сатин. Ну, он такой, именно больше похож на следы от плоскошлифа. При этом, везде, где нужны насечечки, они есть. Нож, несмотря на размер, можно держать и так, и перехватить. Палец здесь удобно упирается, никаких насечек дополнительных здесь нет. Ну, вот сюда, конечно, палец ставить неудобно, ну, и незачем носа. По длине клинка всего-навсего 69 миллиметров. Из них 64 полезных, поскольку вот здесь вот чойл. 3,1 в обухе, сталь, S35VM, 59, 61 единица. На том варианте, что с дуалтоном, где часть клинка черная, часть светлая, там, как и положено, заявлено на сайте Bestech, что на единицу твердость меньше, 58,60, здесь 59,61. Средиение 0,4-0,5, 23 миллиметра ширины клина, и только 14 из них, и это прямой спуск. Повторюсь, если бы не толщина рукояти, и вот когда ты поворачиваешь вот так вот клинок, это был бы просто супер вариант, потому что вот так вот, или вот так вот, нож, безусловно, вид имеет. Но для лучшего понимания габаритов данного ножа, предлагаю сравнить его с другими известными ножами. Субтитры сделал DimaTorzok Вообще непонятно, почему Bestech до сих пор использует 35-ку. Ведь китайские бренды давно от нее ушли, и сейчас примерно за эти же деньги мы всегда с вами получаем 20 CV. Bestech, наверное, один из немногих вообще брендов, которые до сих пор в обороте держат эту сталь. Ну, благо, она у них хоть неплохая по термичке. Я уже тестировал их продукцию. Тем не менее, сразу хочу сказать, вот это вот, ну, чтобы вы понимали. Почему-то на вторичке Bestech продать сложнее всего. Я, наверное, не знаю ни одного бренда, который бы так плохо продавался на вторичке. Не знаю, честно, как у них с продажами, собственно, в магазинах. Надо будет, кстати, узнать и спросить. Давайте нож разберем и посмотрим все-таки, как у него устроен, ну, как он внутри устроен, как у него выглядят все вот эти там осевые, стяжные и прочее. Так, ну что же, давайте разбирать. Нож мне, блин, очень нравится. Но мне очень не нравится вот эта вот конская толщина. И, сказать по правде, если сейчас мы разберем и увидим, что можно избавиться от этих излишне толстых накладок, то это будет сильно лучше, чем если этого нельзя сделать, потому что мастеров у нас сейчас всяких разных хватает. И можно тогда что-нибудь себе интересненькое заказать. Слушайте, да, я думаю, вполне можно. Здесь у нас вот так посадочные. Толстые лайнеры, конечно. Такие прям пухлячки-толстички. Вот этот карбон, я вам честно скажу, очень мне нравится. Он такой прям плотненький-плотненький. Никаких тебе пор. При этом это еще и торцевой. Да, это еще и торцевой. В общем, вот так вот все это дело выглядит. Очень классный прям. Плотный-плотный. Классный. Вот так скелетизирован нож. Ну, вы видите, что это все, по сути, ширмочка сверху. Внутри у нас все равно еще винты. По сути, даже вы знаете как? По сути, если взять подложку, можно вообще этот нож оставить на одном лайнере, и он будет супер тонкий. Так. Что-то я не понял, в чем прикол. Странный, на самом деле, конструктив. Шайбы подложены. Ну, в смысле, не шайбы, а подложки под подшипник подложены на клинок. Зачем это сделано? Я, если честно, не понял. В смысле, лайнер у нас, похоже, титановый, что ли? Да, лайнер титановый. Но тогда возникает вопрос, почему так? Получается, что здесь у нас гуляет все по чистому титану. Очень странная тема. Да, сюда не садится. Очень странная тема, парни. Вот такой вот подшипник. Керамика по титану, по голому. Это ж на сколько хватит. Вот такая вот здесь перемычечка. Но что-то меня вот этот конструктив и вот этот, меня что-то немножечко... Да, титан. И здесь все то же самое. В смысле, здесь у нас точно так же подшипник катается прям по титану. Что-то я, парни, такой порнухи давно не видел. Я думаю, что кататься ему здесь недолго, если честно. Ух, ребятушки, что-то прям сплошное расстройство. Если честно, я не ожидал. Давайте как бы пробежимся по всем деталям. У нас отсутствует темлячное отверстие. Клипса у нас непереставляемая. Нож достаточно толстый. Про дизайн не говорим, говорим только про характеристики. Весит немного, слава богу. Но вот то, что я увидел внутри, меня реально расстроило. Да, потому что я не понимаю, почему оно катается, подшипник катается по титану, и зачем наложены вот эти шайбы на клинок. Я честно так и не понял. Это прям очень плохой вариант, потому что это прям совсем-совсем ненадолго. Прям реально ненадолго. Потому что титан очень быстро съестся. Это легко, во-первых, перетянуть. И зачем так защитили клинок? Плюс мне не нравится вот это вот... Знаете, когда есть хотя бы усиленный вот этот ободок вокруг места, где укладывается подшипник. Ну, вроде как бы... Вроде как ты переживаешь за это, но вроде как норм. А здесь даже ободка нету. В смысле, там просто вот подшипник лежит, ничем никак не ограничен. Причем подшипник на оси тоже немножко вот так играет, болтается, что ось чуть меньшего диаметра, чем отверстие подшипника. В общем, давненько я не видел на, вроде как, известных китайских брендах, такой залипухи в оси. Вот скажу вам честно, как есть. Не знаю. Я бы, честно, с этим лучше не связывался. Я очень надеялся, что можно типа скинуть все, сделать какой-то прикольный, прикольную рукоятку. Так это и оказалось, да, поскольку, смотрите, поскольку у нас крепится клипса вот здесь, можно, в принципе, избавиться вот от этой плашки, от этой плашки. Здесь можно вообще избавиться от лайнера с плашками, здесь сделать из цельного карбона, здесь сделать тоненькую накладочку, и вроде как должно быть поинтересней, поухватистей, там можно поиграть с толщиной и со всем остальным, но при таком конструктиве оси, я думаю, что в этом смысла нет. Поэтому, к сожалению, вот такое разочарование в этой модели. Мало того, что меня смущала вот эта тема, меня теперь еще и смущает внутряночка. Ну, а покупать или не покупать, безусловно, решать вам. Ссылочки все в описании, надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо, пока.